Первую поточную лекцию студентов-первокурсников медицинского факультета УЛГУ провел губернатор Сергей Морозов. Встреча прошла в рамках недели нацпроекта здравоохранения в регионе. Правда, с будущими специалистами говорили не об учебе, а о новом законе, касающемся молодых врачей. Глава региона просил студентов активно включиться в работу по реализации этого законопроекта, куда войдут и меры поддержки по приобретению жилья и дополнительные выплаты. Мы хотим в законе прописать, что, например, любой молодой специалист, который приходит в то или иное медицинское учреждение, будет обеспечен самым современным оборотом, самым современным цифровым рабочим местом. Мы хотим создать такую атмосферу, что вам будет позволено все. Устранение кадрового дефицита – одна из задач над проектом. До 2024 года в регионе стоит задача привлечь порядка тысячи врачей. Это касается и среднего медицинского персонала, где требуется добрать 1200 специалистов. В прошлом году в медучреждениях получили работу 263 врача. Из них 102 – впервые трудоустроенные молодые специалисты. А также 157 выпускников медицинских колледжей, что на 7% больше показателей предыдущего года. Четыре года первый раз пошла к стоматологу. Я помню день и почему-то захотелось пойти на эту профессию. Поступила на провизора. Провизоры занимаются производством лекарств, также их созданием, также это работа в обсеках. В сельские районы в рамках проекта «Земский доктор» и аналогичных программ трудоустроены 48 врачей и 31 специалист со средним медицинским образованием. Только три, ребят, три только профессии, которые могут с гордостью сказать о том, что мы пойдем не работать и уж тем более не опаздывать услуги, а слушать где-то священника, где-то учитель, где-то врач. Мы выбрали одну из трех. В ходе беседы Сергей Морозов также вспоминал годы жизни в Советском Союзе, ситуация которой была в здравоохранении в то время. А в конце встречи студенты-медики преподнесли в честь дня рождения губернатора подарок – неврологический молоток. Глава региона, в свою очередь, отметил, что такого ему еще не дарили. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.